Тем временем в Центр занятости Алматы за время действия режима ЧП обратилось более трех тысяч человек. Больше половины из них в результате нашли работу по Дорожной карте занятости 2020. Госпрограмма реализуется по трем направлениям. Трудоустройство в ремонтно-строительных работах, поддержка частного предпринимательства, а также обучение и содействие в трудоустройстве. В рамках Дорожной карты занятости по городу Алматы на сегодняшний день у нас 74 проекта, которые начали свою работу. В целом по городу у нас запланировано 214 инфраструктурных проектов, на которые предусмотрено 26 тысяч рабочих мест. На сегодняшний день, как я уже сказала, 74 проекта, которые начали свою работу, в них уже созданы более 5 тысяч рабочих мест. И на эти рабочие места были трудоустроены на сегодняшний день 1813 человек. 404 – это молодежь до 29 лет. Специалисты говорят, что программа занятости выгодна как соискателям, так и работодателям, поскольку часть зарплаты выплачивают владельцы компаний, а другую часть – государство. Кроме того, в центре занятости отбирают и направляют к работодателям квалифицированных специалистов. Их зарплата в среднем составляет 120 тысяч тенге. Для того, чтобы принять участие в программе, необходимо зарегистрироваться в центре занятости, предъявив удостоверение личности.